Приветствую, друзья мои! Судя по комментариям, у многих из вас возникает проблема в том, чтобы сделать автогенератор на магнитной связи. Такое случается часто даже у самых профессиональных радиолюбителей. Для того, чтобы сделать инвертор на вот таком трансформаторе или на трансформаторе от лампочки экономки, используя силовые ключи или транзисторы, обычно я использую обратную магнитную связь. Но у не у всех это получается. Я рассказывал, как из однообмоточного трансформатора можно сделать двухобмоточный и трехобмоточный, добавив некоторое количество витков, чтобы можно было что-то подавать на базу. Но этот вариант тоже достаточно сложный, достаточно трудоемкий для кого-то. Поэтому я решил найти методу, которая поможет тем, кто хочет сделать инвертор или же просто преобразователь повышающий, но при этом не сильно вдаваться в тонкости настройки, особенно работая без осциллографов и с минимум приборов. Это решение может быть вот таким. Вот эта миниатюра. Конечно, сейчас она сделана на таком воздушном красивом монтаже, подвесной монтаж, на соплях. Но зато все очень хорошо и отчетливо видно. Это есть не что иное, как настоящий триггер, переведенный в режим мультивибратора. Что есть триггер? Вот смотрите, монтаж этой сборочки выполнен очень просто. Мы использовали парочку транзисторов. Тем более, насколько я знаю, насколько я убедился, чаще всего в руки нам попадают транзисторы структуры NPN. То есть вот эти вот кремниевые силовые ключи, на них подается на базу плюс. И, соответственно, коллектор, на эмиттер должны подаваться. Ну, они отрицательные относительно базы. Так вот, соединение таких транзисторов, именно вот таких, достаточно простое. Так как у них расположение выводов посередине коллектор, а справа и слева база, то мы можем просто перевернуть один из них и спаять эмиттеры вместе. Мы получим общую точку, это достаточно удобно. Вот, коллекторы остаются и две базы у нас остаются. Что мы делаем дальше? Вот, смотрите. Общая точка эмиттерная у нас соединена, она соединяется с отрицательным выводом. А дальше мы делаем вот такой магазин сопротивлений. Можно называть магазином, можно называть, я не знаю, там, параллельное звено, самолет, дирижабль, как угодно. Короче, берем сопротивления и спаиваем их вместе. А вот какие сопротивления? А давайте расскажу. Я подобрал сопротивления такие, что они годятся для большинства транзисторов, которые встречаются в лампочках-экономках, да и вообще попадают в руки самодельщиков. Это тоже ключи, это тоже ключи. Вот, и для любых практических ключей работает вот такая схема. 1 к 100, как я ее назвал. Если мы поставили вот сюда в коллекторную цепь 10-килоомное сопротивление к этому вот транзистору в нагрузочку, соответственно, такое же 10-килоомное сопротивление стоит к этому транзистору в нагрузочку. А вот смещение на базу подаем в 100 раз большим сопротивлением, в данном случае 1 мегаом. Я пробовал ставить сюда 1 килоом и 100 килоом. Работает. Работает. Немножко, наверное, менее экономично. Я еще буду измерять, буду доделывать эту схему. Вот, но 1 к 100, вот для большинства кремниевых транзисторов, получается достаточно изумительная схема. Да, в ней нет ничего удивительного, загадочного. Это обыкновенный мультивибратор, практически симметричный, но у него есть несимметричность в силу того, что транзисторы одинаковыми не бывают, конденсаторы одинаковыми не бывают. Вот, значит, в чем, да, фишечку-то надо рассказать. То есть, когда я сюда припаял эти резисторы, как видите, спаивается, спаивается это все очень просто. Все резисторы одним хвостом соединяются вместе, они пойдут на плюс. Эмитеры соединяются вместе, они пойдут на минус. А дальше, вот как резисторы стоят, те, которые идут у нас к базам, они высокоомные. То есть, два вот этих крайних, это по мегаому. Те, которые идут у нас к коллекторам, это 10 килоомные. Как я уже сказал, у меня получилось такое правило, это 1 к 100. То есть, если здесь у нас стоит 1 килоом, здесь будет сотня. Ну и, соответственно, если изменяете цифру по-другому, то она и будет. Дальше, что у нас получилось? Получилось у нас, если вот, конечно, видно, что там сзади у меня конденсаторы такие симпатичные припаяны, но это получился триггер. То есть, он будет ожидать нас в любом из двух состояний, либо этот транзистор открыт, либо этот транзистор открыт. Чтобы этот триггер превратился в мультивибратор, добавляем тоже по-простецки, добавляем парочку конденсаторов. Я поставил флажки. Конденсаторы могут быть любые, но достаточно маленькой емкости. Я исходил из того, что вот здесь вот емкость, давайте я покажу, так вот по маркировочке будет видно. Это примерно 1 сотая микрофарады. То есть, вот здесь вот у меня стоят конденсаторы. Давайте обращу ваше внимание на тонкость их установки. То есть, у нас резисторы вместе спаяны, одной точкой, идут вот так вот пряменько. Эмиттер вместе спаяна. А вот конденсаторы идут не подряд, а через один. То есть, конденсатор идёт от коллектора вот этого транзистора к базе этого. То есть, вот эти вот две точки соединились. Соответственно, здесь тоже от коллектора к базе. Главное, чтобы не приводиться к своей базе. Поэтому, смотрите, вот выглядит всё это немножко вот так. Так, этот конденсаторчик у нас припаян на эту ножку и на эту ножку. Одну пропустили. И следующий, конечно, вот на эту, на эту, одну пропустили. Всё получается легко и прекрасно. Ну, а раз это всё легко и прекрасно получается, давайте послушаем, как это легко и прекрасно работает. Дабы не использовать осциллоскопов, осциллографов и прочей, 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 прочей интересности радиоэлектронной, я буду использовать динамик в качестве осциллографа. Да. Умею я использовать непривычные предметы в привычных, как говорится, ситуациях. Так, я подключаю все синенькие вместе, ну, это у меня минус. Ну, а дальше у меня вот здесь вот, где динамик я подцепляю, вот сюда, вот сюда, у меня идёт кондёрчик такой небольшой. И дальше уже идёт динамик. Давайте вот так вот его нарисуем. Причём, вот у меня кондёр, динамик, вот кондёр, вот динамик. Этому динамику, как бы по барабану, куда я подцеплю вот этот вот второй провод, либо к плюсу, либо к минусу. Давайте его заземлим. Точнее, мы пустим его на корпус. Я всегда рисую корпуса, так удобнее мы знаем, что если вот так вот нарисовано, то это надо соединить вместе. Для тех, кто не знает, давайте нарисуем вот такой шикарный проводочек. Вот, эти две точки, они соединены, а то обрыв получается, играть не будет. Всё, вот теперь в динамик мы будем слушать, как вот эта штучка работает на слух. Она генерирует не синусоиду, она генерирует P-импульс. P-импульс, как вы знаете, звучит немножко неблагородно. То есть, ну, сейчас услышим, как он звучит. Чё нам-то? Вот, зазвучал. Тон и ритм этого звучания мы можем изменять. Давайте изменим. Конечно, его можно изменить, варьируя сопротивление, варьируя ёмкость. Но я буду варьировать палец. Я сейчас зажму провода. Ну, вот такое замечательное звучание. Значит, чем хороша эта схема? Давайте её отключим от этого источника питания. Эта схема хороша тем, что работает практически от напряжений очень маленьких. Вот это просевшая крона. Сейчас вот это у меня 4,5 вольта. Так, а есть у меня ещё аккумулятор на 12 вольт. Давайте подключимся к нему. Вот, то есть, номиналы сопротивления выбрал такими, что любой вариант... Вот, что любой вариант проходит. Ну, батареечка в 1,5 вольта... Ага, далеко, не побегу. Это уже не важно. То есть, что мы сделали? Мы сделали такую систему, которая при подключении к батарейке, к аккумулятору, к чему угодно, начинает генерировать импульсы. Импульсы вот в этой точке, сейчас покажу, допустим. Можно брать импульсы из любой точки. Из любой точки. Хоть из этой, хоть из этой. Обе точки являются рабочими. Так вот, импульсы здесь идут, естественно, П-образные. П-образные, так называемый меандр. П-образные, безобразные. Ну, как нарисуешь, такие будут. Вот, и отсюда мы уже можем брать сигнал для мощных ключей. Сразу оговорюсь. Вот, можно посадить вот всю эту схему на мощные ключи изначально. И можно их раскачать, и это будет очень даже хорошо. Но, тут уже придется делать подбор транзисторов, резисторов более тщательно. Потому как, вот, с такими параметрами схема работает на каком угодно напряжении. А вот, подгоняя мультивибратор под два силовых ключа, вы уже не заставите его работать, скажем, от пальчиковой батарейки и также свободно работать от 12 вольт. Вам надо будет определиться, какой ток будет размахивать ваш трансформатор. Т.е. вы хотите сделать мощный инвертор, поэтому сразу на него сажать этот мультивибратор, вот по такой схеме, не стоит. Можно, но не стоит. Лучше всего сделать на двух небольших транзисторах вот такой вот небольшой мультивибратор, который будет задавать частоту срабатывания вот этих ключей, а уже потом взять и подключить вот такой вот белый проводочек к базе одного из этих ключей, ну, всего один ключ потребуется. И тогда трансформатор, даже если у него всего лишь вот такая одиночная обмотка, вы включаете последовательно с этим ключом, все, он будет работать, он будет работать на частоте вот этого вашего мультивибратора. Здесь вы можете сделать резисторы переменниками, что здесь, что здесь, и изменять частоту генерации. Опять-таки, можно изменять длину, либо вот время вот этого состояния. И можно добиваться, конечно, и другой частоты. Сейчас я поставил частоту звуковую, но можно сделать частоту и более высокую, что будет более интересно. Но факт в том, что вот с помощью такого нехитрого устройства, без микросхем, вы легко заставите генерировать любой ключ. То есть, он уже будет работать, подчиняться именно вот этому мультивибратору, и будет хорошо вам помогать в ваших преобразователях. Пробуйте, пробуйте, обязательно делайте. Тут все детали доступные, все детали самые типовые. Ну, а схема, надеюсь, получилась универсальная. Я еще продолжу с ней работу, и что получится, вам обязательно покажу и расскажу. Продолжение следует...